Задача состоит в следующем. Если в нашей структуре, которая существует в сознании, в структуре взаимоотношения субъекта-объекта, вот такой объект, не сам объект, абсолютно объект, он не может выступить на всей своей полноте, но выступает только как в виде знака, в виде некого отсылки, можно сказать, как аномалия, как чудо. Вообще есть ли такой опыт? Наверное, часть этого опыта, и можно всегда объяснить и свести к каким-то известным нам вещам, стандартной болезни, случайности и прочее, а часть, видимо, нельзя. Здесь важна сама постановка вопроса, что вообще говоря, в нашем повседневном опыте вот можно пытаться вот эти знаки отслеживать, пытаться увидеть эти знаки. Ну, я этим в школе занималась. И что, случалось? Ну, знаешь, если ты что-то ищешь, какое-то такое необычное, знаешь, выходящее за рамки в инопыту, то самые обычные вещи кажутся необычными, сверхъестественными. Это болезнь современная, как это называется, эзотерическая болезнь. Ну, вот этот доступ все-таки к абсолютному существу через повседневный опыт, он, конечно же, является несущественным, а скорее просто это указатель, в каком направлении можно двигаться. Дальше мы погружаемся в опыт мышления. И вот некий внутренний опыт, ну, и опыт сознания. Опыт сознания, он и одновременно и внешне является, и внутренним. Ну, допустим, начнем с опыта мышления, то в опыте мышления у нас есть некое представление о неких предельных вещах. Ну, допустим, как в ряде причин. Мы все разбираем, что такое причина, да, вот мы берем какую-то... Всегда можем одно объяснить через другое, а то через третье и так далее. Если мы будем восходить вот в этих цепочках причин, у нас всегда возникает дилемма. Либо мы останавливаемся на какой-то причине конечной, либо это движение никогда не остановится. Но само представление о том, что движение в восхождении причин, да, в восхождении первой причине, что оно никогда не остановится, оно как-то противосмысленно. Это невозможно понять. Как это там? Бесконечная цепочка причин? Что это такое? Ну, если они взаимопорождаются. Ну, например, есть десять. По кругу, что ли, они порождаются? Да, да, да. А как тогда? Нет, по кругу они не могут порождаться. Почему не могут? Ну, это, конечно, может... Но если в какой-то момент этот процесс замкнулся, ты же никогда не сможешь найти, почему... Это из разряда то, что для того, чтобы был ток, или для того, чтобы было какое-то движение, постоянно должен быть генератор, да? Потому что на всех вот, по всей этой цепочке всегда идут потери, и не может это по кругу потерей быть, да? Всегда должен быть источник какой-то энергии, который постоянно возобновляет, если движение по кругу движется, как, знаешь, вот, как ЭТС там в электрической цепи или там... Просто механическую цепь трудно представить замкнутую. Ну, допустим, в механической цепи замкнутая должна энергия как-то постоянно туда вкачиваться, да? Для того, чтобы постоянно движение по кругу двигаться. Очень сложно. Не сложно, как-нибудь маятник там. Вот он по кругу вращается. Он затухает. Он затухает так же, как бы, как электрический ток без ЭДС. Может, у нас жизнь затухает? Ну, в любом случае, должен быть какой-то источник энергии, и тогда просто тогда получится, что именно... Ну, тогда можно выобразить, что много есть таких замкнутых причин, да? И много таких источников энергии. Так, что ли? Просто либо действительно цепочка причин уходит, она не замкнута, она просто уходит как-то на бесконечность. И где-то в бесконечности мы представляем... Ну, затухание не обязательно, как бы, услуга. Почему обязательно? Вот ток, да, затухает, как бы он встречает движение препятствия. Ну, как бы, а в целом-то какое препятствие? Так сказать... Если мир в целом... Какое... Что может препятствовать миру в целом? Солнце остывает. Нет, мир в целом. Как целое, не имеет ничего внешнего, а что бы ему препятствовало в его... Не идет речь, а в его инерциальном движении. Словно говоря, вот есть... Нет, вот как бы то есть мир, да, и он в целом инерционно движется. Что такое инерция? Это как бы движение с сохранением этой скорости. В точке зрения той же физики, да, инерциальное движение, оно будет длиться вечно. Единственная проблема – это всякие силы, трения и прочие сопротивления, которые имеются. Но если мы говорим про такую вещь, как вот, допустим, ну, это я не предлагаю метафизику, там, мир в целом, просто в качестве примера. Вот мир в целом, он как бы катится по рельсам, да, но у нас с вами никаких рельсов нет, нет вообще ничего внешнего, что бы могло препятствовать этому движению. Он как бы находится в этом свободном движении и продолжает находиться. Собственно, время и есть это движение, допустим, да? Не, ну, речь же не идет о мир в целом, речь идет о конкретной какой-нибудь причине, которая восходит в какие-то причины. И таких цепочек много. Бог, Бог, он уже как бы не конкретная причина, а не как бы ни одна там. Бог предполагается, что та вот последняя причина, которой все причины восходят. Если они вообще куда-то восходят. Это просто стандартное рассуждение о Боге как первой причине. Это как та причина, которая восходит в все цепочки, вот эти бесконечные цепочки причин. Либо они не, либо они, я просто никогда не думал, что они могут замыкаться на самом деле. Либо они замыкаются, но это немного странно. Ну, это по-гегельски немножко, вот, не совсем. Ну, у Гигеля Бог же есть. Ну, у него логически замыкается до каждого теста. Ну, как бы, круга, доказательства возникает. Ну, у него же круг в доказательстве возникает, он же, этот круг имеет смысл контекста. Ну, да. Что надо все воспринимать в одном контексте, а не потому, что там на самом деле там какой-то замыкать согласно. Просто надо все сразу одновременно видеть. А это просто язык и способ изложения, он состоит в том, что ты последовательно излагаешь. Потом приходишь к началу, а так вот сразу потом увидел все и все. Ну, я вообще не из-за Гигеля ты сказала, а вообще сама природа в своем существовании на протяжении многих лет, мне кажется, это очень по-природному, это очень естественно, когда причины взаимозамыкаются друг в друге. То есть, когда ты не вцелаешь... Ну, то есть, посток такой, как бы, да, поколение... То есть, род работает по кругу. Допустим, род какой-то живет, да, поколение за поколением сменяет друг друга. Эти, как бы, в своих, как бы, структурных моментах, там, эти поколения... То есть, человек порождает человека, да. Но в отношении одно порождает такое же. Да, да. Но порождает такое же, причина, как бы, повторяется. Вот. Почему, как бы, для чего мы живем? Чтобы дети наши жили, да? Ну, да. А мы для чего живем? А мы, чтобы дети наши жили. Согласен, есть биологические циклы, это надо признать, если надо. Ну, возьми, например, вода, там, в природе, ее движение. Почему облака? Потому что это испарилось влага от земли. Почему влага земли испарилась? А потому что, вот, шел дождь, там, она оказалась в земле. Это, я говорю, я там... Откуда еще может быть влага земли? Внутренние воды. Вот. Вот, возьмемся, дождь, да? Откуда взялся дождь? Это потому что из облаков он пролился. Откуда он взялся в облаках? А потому что испарилась, и так далее. Нет, ну, здесь-то известно. Ну, есть, конечно. Это циклы какие-нибудь... Ну, этот цикл конкретно, да, как бы, вот, он все-таки обеспечен тем, что Солнце вкачивает, как бы, энергию в нашу атмосферу. Оно, как бы, действительно, есть источник такой, перводвижитель, который, как бы, все время вкачивает энергию, и это движение осуществляется. Да. Ну, вот я и говорю, если, что можно сказать, против природных циклов, это что, Солнце там, то есть они не вечны, потому что Солнце остынет, и тогда все это завершится. Ну, скажем так, что есть циклы, вообще, надо перезадить, в биологических системах есть циклы, даже в физических системах есть циклы. Но всегда эти циклы связаны с тем, что приток какой-то внешней энергии есть. Но это даже не важно. Важно состоит то, что все равно есть причины, которые все-таки должны, видимо, не все причины может зациклить. Вот так лучше сказать. Есть незацикленные причины. И либо у этих незацикленных причин есть какая-то конечная причина, либо они бесконечно восходят в какой-то бит. То есть это что-то немыслимо. Как они будут бесконечно восходить, это непонятно. Но вот если такая причина есть, вот эту причину, как первую причину, можно назвать абсолютным. И в философии Аристотеля, допустим, именно так рассуждение и двигается. Как первую причину. Мне нравится. Не нравится. Я не знаю, почему. А причем, заметьте, что тут как бы восхождение причины. Можно поднять тоже двойка. Там можно как бы именно как восхождение. Это в духе как бы основания такого. К более обширенному основанию, к последнему основанию двигаться. А можно же было бы временно двигаться к сотворению мира. То есть можно было бы как бы вот причиной этого события в предыдущем событии, причиной этого события в предыдущем и так далее. Так можно было бы отодвигаться. Временным путем. И прийти к большому взрыву. Ну, прийти к чему, или не прийти как бы. Там вот почему-то, да, там. Нас не смущает. Ну, а может, и смущает, не знаю. Ну, в общем, даже пись. Большой взрыв, судя по тому, что ее все-таки смущает, да. Как бы гипотеза или как бы картина, когда вот эти временные причины точно так же бесконечно куда-то там уходят. Не, ну, если сам факт того, что физика даже на современном ее этапе пытается рассуждать о каком-то там начале, да, там, всего мира, там. Именно, он заметил. В каком-то семнадцатом веке в ньютоновскую механику этого не было как раз. Когда там лоренцевский, там, этот механицизм, там, то все. Не лоренцевский. Не, ну, потому что у них было представление об абсолютно пространстве, представление об абсолютно времени. Ну, хотя все равно была же логика творения все равно присутствовала. Ну, она как-то была... Да, она в физику не вошла. Сейчас она как бы претендует на то, что это является некой физической теорией, да, вот эта теория большого взрыва, допустим. А тогда такой был, претензий такой не было. Какой-то плагиат, получается. Ну, дело не в плагиате, дело просто в том, что... Я думаю, что физика как бы перестала двигаться, перестала как бы вот там пространство и время воспринимать как некие внешние данности, которые как бы даны, в которых она работает. Она и пространство и время сделала своими как бы операндами, которыми она оперирует. Как только ты начинаешь оперировать временем, пространством, ладно, как бы, да, но как только ты начинаешь оперировать временем, вот, оно может начаться, может закончиться, понимаешь, оно как бы... И вообще есть... Ну, тоже как будто... И вообще как бы оно находится вне времени, понимаешь, время твое будет находиться вне времени, если ты его рассматриваешь как объект. Ну, просто сам факт состоит... Я на что хотел указать, что рассуждение о первой причине не является чертой таким... Это устаревшее, там, необычное. На самом деле, стандартно оно постоянно везде воспроизводится. Это как бы стандартный некий способ мышления. Мы его избежать никак не можем. Мы постоянно к нему скатаемся. Да, вот Аристотель один раз об этом размыслил, и мы теперь понимаем, что это необходимый способ мышления. Вот то, что в начале Антон говорил про то, что как бы в мышлении все-таки присутствует вот эта вот некая необходимость. Мы не можем ее избежать. И теперь мы поставим... И в физике она воспроизведена, да, там, и в богословии. Везде воспроизведена вот эта вот идея, что должна быть какая-то первая причина. Можно о ней говорить как о Боге, ну, в любом случае, можно не говорить как о Боге, как физике делают просто большой взрыв, но тем не менее, либо есть первая причина, либо нет. Но нет, это как бы отбрасывается, потому что это как-то противосмысленно. Мы не понимаем, что такое бесконечество, в смысле каких-то причин. И даже вот если помнить фильм о Медит, и не только его, ну, вот, много таких фильмов есть, где, вот, допустим, какое-то событие, и вдруг рассказывают, что на самом деле это произошло потому, что кто-то там не встал на работу, вовремя его уволили, там, что-то еще, что-то еще. Но у того, на чем заканчивается вот эта цепочка причин, у него же тоже, в свою очередь, есть причина. С одной стороны, ты так круто, ты смотришь, как бы художественный эффект, но если задуматься, ты понимаешь, что тебе просто, ну, как бы развернули какую-то возможную цепочку, но она может продолжаться или дальше? Она может дальше продолжаться, можно и прошлое продолжать, дальше разветвлять ее, а можно и будущее. Это понятно. Это все понятно. Ну, просто, как раз с точки зрения мышления, вот этот вот разговор о первой причине дает нам возможность обсуждать абсолют именно как нечто необходимое. Мы должны признать, что вот о какой-то первой причине мы должны каждый раз говорить. А поскольку первая причина – это нечто предельное, то можно отнести эту характеристику именно к абсолюту, именно к Богу. А потом пытаться уже обосновать, почему это так. Может говорить о том, что Бог мир создал и прочее. Тут же, на самом деле, еще другая возникает эта возможность. Другая возможность, которая, кстати, у Аристотеля задействована, Бог понимается как цель, к чему все стремится. У него есть целевая причина, еще у него кроме причины то, откуда движение, еще есть причина, то, куда движение. И все природное, оно стремится к Богу, в смысле, как к цели. Вот, кстати, и Гегельская, она ближе к этому получается. У него же Бог возникает как результат движения, как обсаживать на дух. Ну, у Гегеля сложно, потому что у него эта структура, вот эта логическая, она вне времени. Не очень понятно, что это означало. Она, понимаешь, ее можно увидеть в истории, ее можно увидеть там в логике, в феноменологии можно увидеть. В разных местах можно увидеть такую же логику, как она проявляет себя. Даже у логического движения есть много источника, есть цель. И у этого логического движения, которое он разворачивает, целью является вот этот абсолютный дух, а не источник. Вот смотри, что значит целью? Вот смотри, вот допустим, вот здесь сразу возникает проблема, связанная с тем, почему, если предположить, что есть первая причина, почему эта первая причина началась? Вот если Бог, как обычно о нем говорят в богословии, если вы представляете собой нечто абсолютное, что значит абсолютное, значит не нуждающийся ни в чем, как бы абсолютная полнота, абсолютное всемогущество, совершенство и прочие-прочие предикаты, которые в катафорическом богословии обычно используются. Не важно. Важно состоит то, что он ничему ничего не нужен, ничего другое не нужен. Почему эта причина началась и возникла другое? Почему Бог вообще творит мир? Почему она вообще как бы совершилась? Если она была полнота и совершенство, достаточно было бы того, чтобы она просто существовала и все. И не нужно было никакого вот этого разворачивания. Ты столько всего добавляешь, полнота, совершенство, самодостаточность, ты как-то вот сразу нагружаешь всем тем содержанием, которое и к первой причине не относится, к Богу как бы относится, поскольку-поскольку как бы издаляется. Я согласен, что это своего рода некое... Первая причина ничего больше не может, кроме как первоначать. Да, как бы... Хорошо. Можно спрашивать ее, почему она так сделала, потому что это ее есть... Хорошо. Нет, ну тогда... А что было до первой причины? Вот как Канн рассуждает. Вот здесь же антиномия. Либо первая причина есть, либо первой причины нет. Да? Это же антиномия. Мы не можем взять одну из сторон этого рассмотрения. Либо-либо. И то, и другое обосновано. Потому что если первая причина однажды случилась, то а почему что-то до него было? Ничего. А если она не случилась, так что тогда? Это бесконечная цепочка тогда? Или он не может? Конечно, сказать, что просто существует мир. И мир существовал всегда. Только просто вот это вот существование всегда, это тоже нам нечто непонятное. Это чисто математическое решение таково, что и время как бы возникает из первой причины. Вот. И как бы и вопрос, а что было до первой причины, становится как бы не корректно. Но на самом деле это софистический разговор. Ну да. Потому что не очень понятно. Но большой взрыв и реализованный мир. Я понимаю. Что математически это понятно, как сделать. Как бы есть многообразие пространственно-временное, и оно как бы... На источнике. Есть такие источники, так как пространство, как бы пространство-временном вот этому камеру. И разрастание. Так, а что еще у нас есть для этого? Это измышление, что как бы тоже таким же образом указывает на Бога. Абсолютно это не понимает. Кроме первой причины. А не знаю, это парацель все-таки. Ну, с первой причины-то понятно, а такая цель. Цель-то это интереснее куда? Позже. Интереснее. Э? Тут же нет такой антиномии. Ну, трудно на самом деле поверить в то, что у всего в мире есть некая цель одна. Цель-то много может быть. А почему эти... Почему причины все сходятся к первой причине, можно понять. Потому что они как бы группируются, группируются, и... Либо источников много, либо он один. Но поскольку если их много, то когда можно между этими источниками какие-то выстраивать причину цель? И все свести к одному. А, ну я поставила все. И все свести к одному. А как свести к одному цель? Почему целей-то много? Цель у всего разная. А поскольку цель это нечто, что нужно только еще достичь, и она как бы на горизонте, целей может быть много. Почему она одна? Ну так вот она одна. У всего в целом она одна. Не, ну это желаемость. У всего в целом, понимаешь? Знаешь, как Холистотель об этом говорит? Он говорит просто, что благо. Есть благо, и оно одно. Вот если, допустим, у тебя одна цель, у меня другая цель, да? Это все понятно. Вот. Но как бы мы-то все являемся частью чего-то общего. Это опять же разговор о том, можно говорить о мире в целом или нет. Как только можно говорить о мире в целом, мире как целое, мире как одно, вот. У одного будет одна цель. Вот мир в целом движется к какой-то одной цели. Как бы к какой-то неравнозначной, там какой-то особенной сумме наших всех целей. Вот. Вот она как-то сложилась, и получилась конечная цель. Это цель мира. Вот. И вот он к ней движется. Никакой тут проблемы, мне кажется, металлогически нет. Вот. Почему бы в это не верить? Нет, ну нельзя же называть... Проблема в том, что она есть тоже всегда. Нет, просто нельзя же называть, да, нельзя же называть целью просто некий впереди стоящий горизонт. Вот ты, например, я на той ряду по дороге, нельзя сказать, что... Понятное дело, что я когда-нибудь дойду до точки, которая впереди меня. Но нельзя же называть ее целью. Вот в чем проблема. Главное, что на цели все должно опять же закончиться. А как бы она должна быть финалом каким-то движений. Потому что если движение продолжится, значит, она не была целью. Ну вот в этом абсолютном смысле. Да? Получается так. А второй разговор, ты вот все пытаешься говорить о мире в целом. На самом деле, говорить о мире в целом, хотя это богословский разговор, конечно же. Не, ну как бы это к вопросу. То есть так же, а как ты про первую причину будешь говорить? Не говоря о мире в целом. Мир в целом, как бы это как раз богословский разговор, естественно. Но он на самом деле сам требует какого-то аккуратного похода. Потому что, когда берется такая определенная вещь, как мир в целом, ему будет возникнуть всякого тоже расходимости всякого рода. Помимо антиномик, Канта-то. Потому что, ну как вот мир в целом, он в чем находится? В другом мире как он-то, или в чем? Опять же как бы ни в чем. Они како же быть замкнутые многообразие на само себя. Не должно быть ничего внешнего. Ну а тем не менее, получается, что с точки зрения богословия, которое Богу видит как мышление, Бог находится как бы вне его. Он же из ничего как бы творит. Ну это одно и одна из версий. Скажем, вот в христианских версиях богословия, что Бог из ничего творит. То есть он как бы вне находится. Потому что есть другая версия, когда Бог внутри мира находится. То есть он и есть мир. Целая мир это и есть Бог. А если Бог есть цель, то он творит из будущего мира. Его еще нет. Он еще только будет, а он уже творит. Стандартное представление Богу ни время, ни пространство. Потому что пространство и время, оно было бы ограничением для Бога, и тем самым он перестал бы быть всемогучим. Ну это понятно, опять всемогучий, да? Нет, это старая тема. Представь себе, что вот его еще нет, а он уже творит. Он из будущего нас творит, как цель творит. Вот, допустим, цель, она еще не достигнут. Но она в каком-то смысле, конечно, есть уже. Но в то же время ее еще нет. И она уже творит дорогу к ней. Не, ну давай тогда попытаемся без каких-то отсылок к каким-то отдельным видам богословствования попытаться к вопросу подойти. Вопрос о цепочке причин, все-таки, мне кажется, он феноменологичен достаточно. Потому что действительно, восхождение от одного к другому, от действия к его причине и так далее, это нечто, как мне кажется, нечто очевидное. Это то, что мы в опыте постоянно встречаем. И то, что эта цепочка должна куда-то уходить, да, и как бы должна быть какая-то причина этого всего, да, если взять все цепочки вообще, и все эти цепочки должны куда-то вылиться, то есть это, мне кажется, похоже на то, что феноменологические разговоры первого причина оправданы. Конечно, это предельный переход, ведь тут вот в чем тут проблема есть? Это проблема предельного перехода. В каком-то отношении ведь и математики предельный переход делается. Считается какой-то бесконечный ряд. Фактически ведь никогда не посчитать его. В каком-то смысле и мир в целом это тоже предельный переход. Понятно. И все предельный переход. У нас есть какие-то, ну, вообще-то мы и занимаемся предельными вещами. Вообще-то то, абсолют, это некий предельный для нас, предельный для нас опыт. Мы хотим выйти, условно говоря, на границе своего же опыта. Вот мы замкнуты в рамках своего сознания. И мы хотим, на самом деле, дойти до какого-то предела возможностей. Насколько можно, исходя из того, что мы имеем внутри нашего сознания, дойти до этого предела. В частности, этот предел видится вот в таких вот рассуждениях, когда выстраиваются какие-то бесконечные цепочки, и говорится о том, что у этих бесконечных цепочек какие-то есть пределы. Либо они есть, либо их нет. Либо можно всегда сказать о том, что изначально само построение такой цепочки неадекватно. Что нельзя такие цепочки строить. Тогда надо объяснять, почему нельзя. Все. Допустим, есть такое возражение, что понятие причины, оно неадекватно самому тому, что мы понимаем под взаимодействием. То есть есть взаимодействие. А что такое причина, не очень понятно. То есть что такое причина? Это взаимодействие, в котором отдельные события этого взаимодействия разнесены во времени, что ли? Что это такое причина, само по себе? То есть можно пытаться здесь разбираться. Потому что, допустим, для древней философии вообще такой проблемы нет. Для них как бы причина понятная вещь. Потому что причина у них понимается как вина. Вот, например, если взять как-то Аристотель, взять его там категориальные сетки, она изначально как бы понимается как способ обвинения. И причина в каком-то смысле, IT, да, она даже по своему звучанию, то есть по своему переводу есть что иное, как вина. То есть если мы кого-то обвиняем, мы всегда можем восходить в этом обвинении вот по этой некой цепочке. Кто виноват? Мы думаем, что один виноват, второй виноват, третий виноват. И вот причина всегда нами понимается. Но получается, что... Нет, на самом деле получается, причина это логическое взаимодействие событий. Вот, причинение. Самое важное, что именно во времени. Потому что причина, причинные события, и события, связанные с причинным образом, они и порядочены во времени. Потому что если вдруг возникает проблема, которая может возникнуть, скажем, в этом специальной теории относительности, что вдруг события меняются местами, и их причина с ним непонятна. То, что является причиной другой. При выборе системы отчета меняется последовательность причинения. Вот это вот такая... Если такие вещи случаются, тогда понятие причины перестает уже иметь значение. Как так? Тогда надо какие-то другие понятия вводить. Потому что причина изначально, она некая упорядоченство во времени. Или нет? Но Бог-то не будет такой как раз причин, упорядоченный во времени. Он-то выступает в качестве всеобщего основания. Да, он выступает, конечно. И на основании. Лучше бы говорить так, что он не является только такой причиной. Что можно его обобщать именно, как исходить к некому основанию. А что интересно, а мы в начале разговора говорили о том, что сознание является основанием всех наших способностей. Мышления, восприятия и прочего. Ну, если говорить о терминах субстанции, что сознание является той общей субстанцией для других субстанций. Протяженной мыслью. То есть вот есть основание. То есть и здесь опять возникает параллельность. Мы говорим о том, что мой Бог является абсолютно неким основанием, во смысле вот этого причинения. Но не обязательно во времени, да? Да. Потому что именно основание, оно понимается как вот причинность, но не во времени. Так как... Дающая возможность быть, да? То есть как бы что делает причина? Она дает возможность быть следствием. Во времени. Вот. Но есть еще нечто такое, что дает возможность быть, при этом само как бы не являясь событием. а не являясь событием во времени. То есть вот в чем как бы... Почему Бог основание, а не просто вот временная причина? Потому что одно событие во времени пришествует к другому и дает возможность ему быть как следствием самого себя. Вот. Ну, следствием себя. Вот. Но оно в свою очередь также обязано быть следствием какого-то другого события и так далее. Здесь как бы регресс во времени неизбежен. Вот. Вплоть до какого-то там гипотетического творения. То есть здесь они выступают как бы как равноправные, лежащие в одной плоскости. Как равные. Вот. Несмотря на то, что одно следует за другого, они равны. А вот основание, как бы оно вроде как бы и одновременно, вот. И в то же время оно предшествует. Но предшествует не во времени, а вот так логически предшествует. Является условием возможности. То есть Бог как бы является условием возможности мира. да, вот как это там бытие, как, не знаю, как структура сознания является возможностью, условием возможности восприятия всякого. Вот. Ну как бы существует одновременно с этим. в то же время он как бы вневременно сопровождает, я бы так сказал, мир. Вот еще же такая проблема, там просто вдруг не вспомнился, старая проблема механистическая. Бог, допустим, явился этой первопричиной. А дальше он не нужен. Вот и дело. А основание в этом плане, оно соприсутствует как бы... То есть... Да, основание поэтому более правильный разговор, на самом деле. Потому что если Бог просто первопричина во времени, там, в каком-то отношении, да, во времени, дал толчок. Да, дал толчок. Да, и больше он уже не нужен. Ну, даже если есть какое-то трение, все постепенно задухает, когда-нибудь затухнет. Пока еще не затухло. Вот. Сильно тнул. Правда, в этом вот толкании, как бы, есть некое механистическое представление о причинности. Действительно, правильное представление это в виде основания. Основание всегда будет нужно. Да как фундамент, на котором все держится. В виде фундамента вообще ничего не будет. И поэтому, несмотря на то, уже нельзя будет тогда отказаться от Бога, говоря о том, что вот он вышел, так сказать, двинул все, как бы, и опять как бы ушел. Так не получится. Это только в механистическом мире можно представлять для себя какого-то Бога, как великого механика. Ну, как часы, как часы запустил мир, как по-другому, и удалился на покой. Ну, да, то есть, на самом деле, ведь дело в том, что Бог не просто, так сказать, мы себе представляем, как создание, да, что вот создал, там, слепил нечто, да, из того, что было, и все, как бы, вот оно существует, независимо от тебя. Ты не поддерживаешь его, как бы, дальше. Ты просто создал, и вот оно существует. Но вот мир, как бы, создается Богом не так. Он все время создает, ну, условно говоря, вот эту структуру самим собой, создает ту структуру, в которой мир может существовать. Во всех, на всем своем многообразии. Как бы, поддерживает каркас. Вот. Ну, есть представление, развлеченности, да. У Декарта есть представление о том, что вообще сама возможность сохранять себя во времени связана с Богом. Ну, и не только во времени, да. Просто, допустим, вот мы говорим про сознание как структуру соотнесенности, когда-то там говорили, ну, до сих пор, в общем-то, говорю, да. Вот эту структуру, допустим, кто будет ее поддерживать, да, кто будет, она должна все время быть, вот, и кто-то должен... Кстати, сейчас вот хорошо очень говоришь про то, что у Бога есть сознание. Потому что вот схема мира есть некая, да, именно не логика. Логика мира, все-таки, она покоится на чем-то другом, да. Логика мира, она связана с неким смысловым отношением. Она, да. Она будет некая схема. Структуру соотнесенности нельзя отнести к логике мира. Да, да, то есть к логике. Вот. Эта логика черпает, как бы, что-то из этой соотнесенности и так далее. Но она не может ее пройти никоим образом. Эта соотнесенность есть как бы сама по себе, как данность первая и как бы... И просто даже как условие возможности там всякой данности. Вот. Откуда она есть? Как она есть? Вот. То есть в каком-то отношении может быть о том, что как сознание Бог есть вот некая такая великая схема мира. Вот наши схемы, наши личные схемы всегда маленькие какие-то, да, и мы на самом деле в силу как бы необходимости всегда упрощаем, да, и накладываем на мир некий свои схематизмы, и они всегда более простенькие. А вот вообще говоря, чтобы такие вообще схемы могли существовать, чтобы наше сознание могло вот таким образом к миру относиться, должна быть какая-то грандиозная, огромная, там, великая схема мира. То есть опять мы как-то, поскольку я же говорю, что земное должно соотноситься с небесным, мы опять же переносим вот некую-то там аналогию того, что у нас есть, да, вот, у нас есть какие-то, есть какие-то схемы, вот мы точно так же и Бог представляет собой своего рода вот такую огромную схему, да, и в этой схеме в том числе не учтено, что вот вся структура мира, учтена вся структура человека и прочего. Все учтено, как бы. Ведь, и причем, по сути, как бы, да, эта схема, это, по сути, развлеченность, ведь в этом откроется. То есть, фактически, творение, которое осуществляет Бог, это вот в неком, уже каким-то образом, непонятно, как бы, в самом себе, может быть, да, в неком данном уже множестве он проводит различия какие-то и удерживает их. То есть, вот, допустим, эта соотнесенность возможна только тогда, когда есть развлеченность. Вот что-то соотносится с чем-то, значит, они различены. Если они различены, они могут уже как-то соотноситься. Ну, если как бы вообще соотнесенность, там, и что-то. То есть, он как-то вот так вот разводит, создает полюса, вот, создает эти места, вот эти вот, да, место, куда может вступить другое, место, куда может быть еще что-то там вступить. Вот эти места тоже кто-то должен создавать. Вот вступать от них уже потом может все что угодно. Но их же, они должны быть созданы. Ну, мы же, я же начал с того, вот такой аналогии, что то пространство, которое мы существуем, это и есть Бог. Бог как огромное сознание, он тоже пространственный, но его пространственность мы ощущаем как внешнюю, вне нас пространственность. И вся, вот все различия, какие в этой пространственности существуют, все, что вот как бы нам доступно, все это как бы вот просто, поскольку, Бог вот это как бы все это различил внутри своего сознания. То есть оно не сам различил, а различиной, значит, вот такой образ, такой способ понимания того, как взаимоотносится наше сознание. То есть мир это сознание Бога, вот как получается? То есть вот мир, это вот такое сознание Бога, которое вот дано нам. Нет, можно считать, что Бог больше, если опять простран Möglichkeiten, что мир это часть сознания Бога, часть, может быть, там и дальше большего есть. Не обязательно надо считать, что мир, сознание Бога, и мир соответствуют друг другу. Можно считать, что Бог, сознание Бога шире. Так точно также, как наше сознание. Ведь оно не только же связано с восприятием, с переживанием, с мышлением, оно многобратно. Мы же тоже не сводим под пониманием мира, мы не сводим просто к какой-то голой фактичности, к вещам и так далее. В более широком смысле, со всеми нашими структурами, со всеми возможностями и воображаемыми и так далее. Просто в таком восхождении, если мы пытаемся доказать Бога от того, что существует мир, то есть мы говорим о том, что мир существует, а мир является сознанием Бога, значит Бог существует. Но это не доказательство. Это не доказательство, да. Но это более содержательный разговор, потому что здесь больше содержательность, чем простой какой-то пантеизм, когда мы говорим, что мир и Бог это одно и то же. Здесь говорится что-то более конкретное, что мир это сознание Бога, это уже более конкретное утверждение. Потому что про сознание мы вроде как бы тоже что-то заявляем. Мы говорим, что оно имеет такую-то структуру и так далее и тому подобное. Почему это на самом деле не доказательство, я тут подумаю. Похоже на антологическое доказательство, потому что антологические доказательства тоже говорят, что в понятии Бога входит также реальность. То есть само понятие Бога состоит из того, что среди прочих предикатов есть предикат реальности. Почему? Потому что Бог совершенно существует, а если бы не было бы предиката реальности, он был бы ущербен, как бы не был бы совершен. И тем самым Бог есть. В понятие Бога входит мир. Да, в понятие Бога, поскольку мир является сознанием Бога, в понятие мира входит Бог. То есть если есть мир, а поскольку он является производной от Бога, значит есть Бог. Ну да, да. Что-то не тип того. Не, ну это... или это все-таки доказательство от первой причины? Ну, несущественно, действительно. Вообще говоря, пока это все такие разговоры около да и вокруг, потому что надо ухватить, видимо, какую-то главную идею. Да, вот надо найти... Вот я увидел некую парадигму, да, вот связанную с двумя субстанциями, да, или как у Канта, связанную вот с тем, что сознание является общим основанием для того, чтобы понятия и восприятия могли друг другу быть подведены. То есть в этом есть некая парадигма, только вот ее как-то надо развернуть грамотно. Потому что здесь тоже логика такова, что мы никуда мышление ведь не деваем, и мышление остается, но просто мышление должно развиваться на том различии, на той сетке различий, которые дает сознание. И тогда мышление, по идее, должно продуцировать некие такие предикаты в отношении того, что мы называем Абсолютом. То есть мы говорим, что вот в сознании есть некая область, или можно сказать объект, да, который мы назвали условно Абсолютом. И тогда можно было бы попытаться все-таки вот оторвать описание этого объекта от самого объекта. То есть как вот мы в сознании привыкли, мы в сознании видим восприятие некий объект, и наше описание этого объекта, оно отличается от этого восприятия, да. И благодаря тому, что вот есть вот это различие, мы можем говорить о том, задавать вопрос о том, что этот объект существует или не существует. А когда мы говорим о Боге, вот такого разрыва нет. Получается, что описание того, что представляет собой Бог, да, это и есть все, что мы знаем о Боге. Нет вот такого отдельного восприятия, или чего-либо, на что мы могли бы указать как независимое. Должно быть два всегда. Вот если есть два, то мы можем с этим справиться. А если есть одно, допустим, только мышление, и Бог нам только через мышление, то тогда мы ничего сделать не можем. Тогда Бог всегда будет оставаться только понятием, и способ восхождения к этому понятию будет всегда один и тот же. И это означает, что мы никогда не сможем указать на Бога как на нечто реальное. Ну, кстати, вот я как-то сбоку так понял по поводу вот этой, ну, не совсем по поводу негативной теологии, а по поводу теологии, которая как бы говорит, что Бог как бы Он и есть, Его и нет. И одновременно по поводу вот этой нашей схемы как бы Бога как системы различий и так далее. Вот смотри, вот есть мир, да? Бытие есть. Вот. Все, что есть, есть. Того, что нет, его нет, да? То есть внутри, как бы, внутри бытия нет различия между бытием и небытием. Вот как-то, ну, нельзя не встретить его. Тем не менее, оно как-то вот удерживается. То есть как бы вот, ну, что-то должно отличать существующее от несуществующего. Как бы вот фиксировать это, да? Как-то вот, а различать существующее и несуществующее. И вот, может быть, Бог как бы выступает вот как вот такой третийский судья, как, не знаю, как контролирующий такой. Вот, он как бы отличает существующее от несуществующего. Ну, вообще-то у нас сознание этим занимается. Ну, да. Сознание. Наше сознание, понятие бытия, оно уже является понятием, но мы понимаем его только потому, что у нас есть сознание, которое может отличить бытие от небытия. То есть позиция отличия бытия и небытия, это не позиция мышления, а позиция сознания. То есть вот, если бы мы оставались только в рамках мышления, мы бы, на самом деле, никогда бы не смогли понять, как сущность от бытия отличить. Спасибо.